Можно ли тренировать мозг, чтобы идеи для видео сами сыпались? Ответ не только можно, а и нужно. Вот смотрите, я вам не зря написал этот пул вопросов. Давайте их повторим еще раз. Зачем? Кто? Когда? Что? Где? Как? И сколько? Порядок в вашем случае не важен, но вы должны для своей идеи эти вопросы задать. Вы можете любую идею ставить в этот шаблон, и она должна плавненько перейти в MVP, минимально жизнеспособный продукт. Но как же себя приучить, заставить, да, свой мозг натренировать, генерировать идеи? Я беру любую идею, которая приходит моему клиенту в голову, кладу ее сюда, на этот вот визуальный чек-лист. Самое главное слово в идее – это слово боль. Как бы это странно не звучало? Если ваша идея решает чью-то боль, если люди после просмотра вашего видео начали делать что-то, что раньше не делали, или перестали делать то, что делали раньше, то значит ваше видео имеет право на жизнь, ваш канал имеет право на жизнь. И поэтому генерация ваших идей должна быть направлена на решение, ну назовем это так, потребность, или еще проще проблема. Теперь берем любую идею, которая приходит к нам в голову, и начинаем ее применять. Допустим, это будет оправа, еще одна оправа, то есть у меня много оправ, оправа для очков. И мы можем сделать канал о том, как выбирать очки, как подбирать очки, как правильно стекла выбирать. И у нас есть, о, замечательная идея, потому что, куда бы мы не пошли, мы видим, мы видим огромное количество различных оптик. Мы берем нашу оправу, да, и применяем сюда. Есть очки, есть оправа там, да, вот она там, она на eBay стоит сто пятьдесят долларов, в оптике она стоит триста долларов. И я буду на канале учить, как покупать эту самую оправу. Боль решает, решает, да, ну отчасти, потому что экономия, да. Но зачем мне, как зрителю, смотреть ваше видео? Вы скажете, чтобы сэкономить, будете правы, потому что я на этом этапе сэкономлю, как, ну там, значительная часть бюджета, да. Потом, кто готов платить мне за это? И вот тут ступор. Сами по себе оптики, они оффлайновые мероприятия и очень редко бывают оптики, которые продают там, не знаю, онлайн. Почему? Потому что оправа это индивидуально. Люди хотят перед покупкой померить ее. Самое важное, что те люди, которые готовы покупать оправы за двести, триста, пятьсот долларов, они в принципе уже знают, что им надо и они не готовы там шустрить по интернету в поисках как сэкономить. Вы можете возразить, окей, я тогда в этом случае буду предлагать, как ухаживать. Но уже те, кто имеют оправы, они умеют за ними ухаживать и, соответственно, им это не актуально. Идея в моем мире не актуальна. Следующий момент, да, мы берем канал про те же самые фантики. Идея интересная и я больше чем уверен, что это можно превратить в некий семейный формат. Можно дать идею для людей, чем занять ребенка. Чтобы ребенок открывал вкусовой свой мир, чтобы он пробовал конфеты и у него было некое увлечение, чтобы он мог понимать, как этот фантик делается. Может быть с ребенка вырастет дизайнер, либо коллекционирование это всегда очень и очень хорошо, потому что это некое увлечение. И тут уже несколько другой формат, да. Зачем? В качестве увлечения, то есть мы делаем хобби, мы этим и так занимаемся, но при этом мы будем рассказывать и мы занимаем нишу. Мы начинаем искать и опять попадаем, кто готов платить за это все удовольствие, да. Я не знаю, не смотрел, может быть есть коллекционеры, но стать первым номером в этой нише в русскоязычном ютюбе очень и очень живая идея, поэтому кто готов платить, я думаю, какие-то коллекционеры, как вариант, да. Но формат каких-то конфетных фабрик, это очень и очень далеко, просто потому что, ну, не в русских реалиях, скажем так, да. Дальше, когда? Когда мне начинать? Что мне для этого надо? Да, стол, конфетные фантики, там, магазины, путешествия, какое-то сделать себе. Самое важное, самое важное, это сделать себе некое комьюнити людей, увлеченных этим самым собирательством, коллекционируем этих фантиков, да. Дальше, друзья мои, где? Снимать можем за столом, да, как и опять же сколько? Эти вопросы задаем себе и понимаем, насколько это все жизнеспособно. Берем эти вопросы, записываем их себе на листик и просто выходим на улицу. И просто выходим и начинаем генерировать идеи по улице. Мы видим, идем, выходим на улицу, видим женщина ругается с мужчиной, то есть семья, у них некая ссора. Вот вам идея для канала о психологии, причем практической психологии, там, семейные отношения. Дальше идем по улице и видим человека, который пытается поменять, там, колесо в велосипеде. Мы понимаем, что в принципе мы можем сделать канал о том, как правильно ухаживать, как выбирать велосипеды, то есть велосипеды, потому что в принципе велоиндустрия, она огромная, люди все больше и больше дают бонусов здоровому образу жизни, есть велодорожки, это огромный, огромный массив и здесь уже она сюда подходит, к нашему MVP. Мы любую идею на эту кальку прикладываем. Самое важное, вы должны тренироваться. Едете вы в метро, в маршрутке, летите в самолете, вы ищите боль. Люди приходят в YouTube, ну, либо в интернет, не смотреть вас, а решать свою проблему, либо потребность. Просто возьмите себе за данность, возьмите себе блокнотик, условно, какой-нибудь там, ежедневничек, да, и в него носите его с собой. Не надо айфоны, не надо телефоны, просто записывайте свои идеи. Если вы будете уделять генерации идей 30 минут в день по этому шаблону, то ваш мозг уже, как и мой автоматически будет генерить идеи просто вот и на ходу, на лету.